Девушки отдыхают. Здорово. А вот тебе будет чем вечером в дивизии заняться. Ну что я могу сказать? Спасибо, здравствуйте, спасибо. А будете в Екатеринбурге вообще? Ну я там бываю довольно часто, я люблю этот город, так что думаю, что буду. И вот вопрос от этого же человека дальше, то есть это второе сообщение. Дорогой Михаил Васильевич, что для вас было самое сложное в поиске образа Василия Филипповича? С уважением, Вадим. Ну, может быть, как это не покажется парадоксальным, но, наверное, самым сложным было вот на непосредственном на время съемок просто забывать о Василии Филипповича. Потому что это такая мощная фигура человеческая, масштаба такого, что если бы все время думать о том, об ответственности и так далее, и так далее, то это могло меня просто задавить и все, и я бы могло ничего не получиться тогда. Тропу найдем. Вот она. Уйо! Да не уйо, а генерал-полковник. В самоволку собрался? Представься, сержант. Сержант Володин, товарищ генерал-полковник. Так, Володин, я так понимаю, с той стороны колючки нет. Нет? Пошел назад. А мы-то как? Так он, так и мы. Через забор, что ли? Ну, а как еще? Держи. Делай, как я. Не за то тебя в сына дрался и воровал, а за то, что попадался. Сапоги, осторожно! Продолжение вопроса. Дорогой Михаил Васильевич, это тот же человек задает вопросы. Мы попросили отдельно, каждый вопрос отдельно передавать. Ради Бога. Помогал ли вам Борис Галкин выехать, а въехать в десантную душу? Ну, не знаю, сказать так, чтобы въехать в десантную душу, не знаю, но Борис замечательный, он и актер замечательный, человек замечательный. Работать с ним было просто одно удовольствие. Вот лучшего партнера я даже не могу себе представить. И, конечно, наверное, этот его опыт, наверное, наверное, да. От себя добавлю сразу вопрос такой. Да. Какие-то параллели проводились в фильм «Зоне особого внимания» десантной темы и «Десантная батя»? Нет. У Галкина именно, это парольная. Да, по-моему, нет. Я не знаю, может быть, он что-то, я во всяком случае не знаю. А вот в каких-то перерывах, если были такие возможности, он рассказывал о тех съемках, десантах? Ведь ему все-таки довелось увидеть Василия Филипповича? Нет. Нет. Я умышленно его не спрашивал. Я вот, я говорю, я опять возвращаюсь к тому, что, вот, я умышленно не спрашивал, потому что я старался о Василии Филипповича узнавать так вот «за». А с Борей мы в основном встречались на площадке. А на это время я старался просто забыть о том реальном Василии Филипповича, понимаешь? Василий Филиппович, вот пока ты в отпусках мотался, на генерала Караваева пришла анонимка. Боевые батальоны превратил в стройбат и прочее, и прочее. А ты его дивизию выбрал для проведения сбора руководящего состава. Ну, это же прекрасно. Значит, кого-то не устраивает, что это будет именно дивизия Караваева. А-а-а, не ленились писатели, твою мать. Ну, это же потолще, чем на меня будет. Ты поподробнее, знакомься. Из военного отдела ЦК эти бумаги попали в комитет партийного контроля самому Пельше. И если информация хотя бы частично подтвердится, плакала наша образцовая материально-техническая база. Пельше занимается анонимками. Должили мы с тобой. Хорошо, что не сам генсек. Продолжение следует...